Посмотрел фильм «Библиотека» режиссёра Игоря Твердохлебова. Интересная работа. Экранизация всей нашей действительности последние пару веков. Просто вот Россия два века подряд. Тихие чучундрики, которые строят какие-то бредовые теории, время от времени устраивают кровавую резню, бессмысленную, как водится, беспощадную. Ну и, конечно, верят в светлое будущее, не очень-то понимая механизмы, с помощью которых это светлое будущее наступит. Впрочем, может, механизмы они понимают, но нам не говорят. Как в этой действительности относятся к людям? Люди друг друга побаиваются и очень легко убивают. Никаких сомнений, рефлексий ни у кого нет. Ни у хороших, ни у плохих. В нож в горло и окончен разговор. Как в этой действительности относятся к обществу? Примерно как пастух относится к стаду. Объяснять свои действия, свои призывы, рассказать о своём светлом будущем и о механизмах, которые это светлое будущее возведут, нет. Это длинно и сложно. Лучше зарезать барана, задающего тупые, как им кажется, вопросы. И дальше тащить всё стадо по дороге, теряя баранов. Но это не важно. Главное светлое будущее, оно впереди. Оно впереди, и надо к нему идти. А можно мне уже пожить в обычном, не самом светлом настоящем? Как решаются конфликты? Переговоры? Не смешите меня. Резня на пустыре. Только так и не иначе. Физическая сила и жестокость. Вот ключевые факторы, которые приведут вас к успеху. Крутые пацаны проламывают голову оппоненту. Вот настоящий образ для подражания. Мне нравятся разговоры о нашем обществе, откуда столько агрессии. Действительно, какой фильм не включи. Резня, грызня, убийство. Ладно, убийство в кино, как в кино без них. Но, ребята, хоть немного сомнений, хоть чуть рефлексии по поводу. Ты собираешься палкой с гвоздями ударить человека по лицу. Ты просто не человек, если не задумываясь, сделаешь это. Ты даже не животное, ты чудовище. Какое вы хотите общество? Добрых людей? Когда вы в последний раз видели отечественный фильм про борьбу идей, интеллектуальную дуэль, типа игры в имитацию, игры разума, где не физическая сила является окончательным, как говорил профессор Преображенский аргументом, а уверенность в своей правоте, сила духа, сила мысли, сила идей. Девять дней одного года. Это 1961. К сожалению, все, что происходит вокруг нас, следствие воздействия искусства на общество. Все эти прекрасные фильмы о Великой Отечественной войне, снятые ветеранами войны под присмотром цензуры, вырастили поколение, которое в войне видит только романтику и героизм. Ну и почему, собственно, не повторить? Война это же прекрасно. Вон, посмотрите на героев фильмов. Леонид Быков, в бой идут одни старики, целая плеяда ярких образов в блистательном исполнении. В фильме они сражались за родину. Да миллион таких фильмов. Иди смотри, лежал на полке. Смотреть его тяжеловато. А все фильмы про бандитов и ментов, и ментов-бандитов, крутых пацанов, очень крутых пацанов. Но опять же, романтизация насилия, которая впиталась в общество и возвращается, как говорила одна моя знакомая, в обратный зал. Да, посмотрите анонсы ближайших премьер. Снова крутые пацаны бьют крутых пацанов. Конечно, авторы говорят, что они-то хотят показать, как ужасен мир бандитизма и насилия. Возможно, возможно. Но вот авторы военных фильмов тоже хотели показать что-то хорошее. А получилось вот так вот, как получилось. Пересмотрите великий фильм «Однажды в Голливуде». Все отвечают за то, о чем говорят с экрана. Каким бы языком кто ни говорил. Все должны понимать, что любую мысль зритель способен невероятно извратить.